Добрый вечер, друзья мои телезрители! В эфире программа «Горячая линия» и как всегда по средам мы говорим с муниципальной властью. В прошлый раз, если вы следите за нашими программами, мы говорили с Юрием Степанцовым, среди прочих вопросов мы такой вопрос поднимали, как демонтаж временных торговых конструкций, если мне память не изменяет, как они так сложным словом называются. Мы решили продолжить эту тему и развить ее больше в стиле того, как это происходит в поле, так сказать. И для этого пригласили сегодня в студию двух активистов, которые непосредственно этим занимаются. Это Светлана Таранова, депутат городского совета. Андрей Ермолаев – это советник городского головы. Давайте начнем. Вот в чем вопрос. Все-таки достаточно много претензий к тому, что недостаточно быстро все происходит. Андрей, с какими вы с трудностями конкретно сталкиваетесь при демонтаже? И почему этот процесс так несколько буксует? Я не могу сказать, что он буксует, но есть определенная как бы медлительность в этом процессе, потому что привезти, ночью сгрузить будку – это дело 30 минут. И уехать. Чтобы ее демонтировать, знаете, кто ее привозит и сгружает, действует не по закону. Демонтировать мы должны ее по закону. Для этого должно быть в начале. Даже если мы там 100% знаем, что она там незаконная, все равно администрация пишет, потому что вся информация о выданных разрешениях, сервитутах хранится в госполкоме. Администрация пишет письмо на управление архитектурой, на земельное управление. Просим сообщить, выдавалось бы на это место, прикладывается фотофиксация, выдавались ли какие-то разрешения. Получает ответ, ну естественно, может пройти до 7 дней, получает ответ, что нет, не выдавалось. Следующее, раз не выдавалось, значит пишется заявление, что на комиссию по демонтажу, которая тоже заседает в госполкоме, она бывает раз в месяц. То есть просим отреагировать и выдать акт на демонтаж этой темчасовой споруды. Из-за этого, из-за этих всех, из-за такого порядка, иногда и кажется, что вот вчера привезли будку, почему ее завтра уже не забрали. Поэтому есть такая вот некоторая пауза. Но все заявления как бы отрабатываются, если что-то не убирается сразу, список конструкций, подлежащих демонтажу, есть на сайте горсовета, то есть он доведен до администрации, все, и он пополняется быстрее, чем есть ресурсы их убирать. Но ни одна такая темчасовая споруда не остается без внимания. И потихонечку, медленно, но уверенно доберемся до всех. Тем более, ну вы видите, что в последнее время этот процесс активизировался, вот как бы неплохо убрали третью, слободскую. То есть постепенно идем. Что ж, у нас есть первый звоночек. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы в прямом эфире, вы можете позвонить и задать вопросы гостям студии. Телефон видите сейчас на экранах. Добрый вечер. В эфире слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас такой вопрос жителей центрального района. Мы звонили в течение шести месяцев, писали письма убрать овощной орёк, стоящий на углу второй экипажной и третьей военной, на двух пешеходных переходах, на знаки стоп и светофорий. Люди идут в больницу, рискуют свою жизнь. На наши вопросы, на наши ответы никто не реагирует. Юрий Борисович Степанец 2 числа сказал, что этот киоск, то есть халопуду, уберут предпринимателей Соловьёвых. Но их никто не убирает, а получается, что их крышует власть. Ответьте, пожалуйста, нам на этот вопрос. Вы звонили, если мне не изменяет память, в прошлую программу. Этот вопрос поднимался, и вот обвинение в крышевании власти достаточно серьёзное обвинение. Я не думаю, что власть крышует овощной ларёк. Если Юрий Борисович Степанец обещал, он обязательно уберёт. Но на всякий случай я этот адрес запомню, я ему передам. Да, он был записан в прошлой программе. Я же только что рассказал порядок. Не может даже заместитель городского головы прийти и позвонить, потрук сказать, уберите этот ларёк. Есть необходимая бюрократическая процедура. То есть точно так же проверятся документы, точно так же подадут в комиссию на демонтаж. Я думаю, что если Юрий Борисович пообещал, в течение месяца уберут. Я уже рассказывал, раз в месяц заседает комиссия, вынесут на демонтаж и уберут. Мне тогда вопрос, пока у нас нет звонка. Вакуум, Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста. Юрий Борисович говорил о том, что демонтируют, скажем так, вот эти вот будки, торговые точки, только те, на которых нет разрешения. А как вот сейчас обстоят дела с теми будками? Нам, кстати, очень много жаловались в эфир. Люди звонили по поводу буда, который мешает проходу, проезду и так далее. Как с ними? Это тоже такая же процедура? И почему такое ярое противодействие этому? Ну, процедуры везде одинаковые. Будок в городе реально тысячи. На данный момент стараемся реагировать как раз на те заявления, от которые люди писали, обращались, стараемся реагировать на эти. Планы по демонтажу на огромные. Покрыть весь город сразу невозможно. Скажите, хорошо, у меня тогда еще маленький такой вопрос. Ну, вот смотрите, у нас есть четыре администрации, да, районных. Это же, в принципе, их силами делается. Скажите, вот если подвести итог, какая самая, по вашему мнению, эффективная сегодня администрация? Ну, долгое время Ленинская, на данный момент она центральная, да, пока? Да. А Заводский, Корабельный район или вы туда не добираетесь пока? Нет, добираемся, но Корабельная ликвидирует все своими силами, то есть довольно-таки успешно справляется с поставленными задачами. К Заводской тоже, в принципе, нет никаких вопросов. Ну, центральная, наверное… Просто, если такое в плане рейтинга сказать, то вот на данный момент я сказала, что на данный момент пока центральная в последнее время проявила себя очень активно, потому что в центральном районе Будок больше всего. Это, наверное, их и спасает в этом рейтинге. У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер. Мы в эфире. Слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос. Заходил я в основе отделения вашего располкома, вашего начальника, который с ЖКО заведует в хозяйственной части. Не гордился за него, он был сильно занят. Позвонил обл.энерго. Сейчас мы боремся за то, чтобы экономить на тепле, на всём. У нас это с корабельного района вам звонят. Общежитие бывшего завода «Океан» по Артёма 1А. Что по Артёму 1А, я не пойму. Я вас прошу, пожалуйста, послушайте меня, пожалуйста, на секундочку. Пожалуйста, перезвоните, мы вас вообще не слышим просто. И, пожалуйста, если вы звоните подальше от телевизора, очень сильно фонит и непонятно, что вы говорите. Перезвоните, попробуйте ещё раз. Что ж, давайте пока вернёмся к нашим демонтажам. Как вы считаете, на настоящий момент, с начала крестового похода против ларьков, какой процент сделан, как вы считаете? Как вы оцените сами эффективность этого демонтажа? Что бы хотелось улучшить, что бы ухудшить? И, возможно, что-то объяснить нашим зрителям, связанное с этим демонтажом. Потому что было очень много заявлений о том, что кто-то лишается рабочих мест, кто-то доходов в бюджет. Вот с этим вопросом как? Ну, насчёт рабочих мест, тут планируется вместе с демонтажами. Понимаем, что там в киосках работают люди, куда-то им надо работать. То есть, я думаю, что неоднократно поднимался вопрос о наличии муниципальных рынков. Почему? Потому что демонтируешь киоски. Говорят, почему вы не идёте? Бывает, вот стоит рынок и вокруг рынка уже там набросаны эти киоски. Почему не идёте в рынок? Там дорогая арендная плата, там много берут. Поэтому занимаются. Сейчас управление архитектуры вносит изменения в план зонирования. Занимаются вопросом, может быть какие-то выделят площадки под муниципальные рынки, где именно в социальных целях, чтобы люди организованно там торговали. Там сделают доступную цену на торговлю. То есть, это всё будет, ну территория убираться. Это будет коммунальная собственно или частная? Коммунальная. Именно коммунальные. Простите. Коммунальные рынки просто так повелось, ну как бы за последние годы развития, что все коммунальные рынки город потерял, отдал и так далее. А теперь, когда возникают вопросы, людям, которые работают в этих киосках, нечего предложить. Я думаю, этим надо заниматься. Ну, что касается рабочих мест, ну мы убираем именно киоски, которые поставлены вообще без разрешительных документов. То есть, если люди позволяют себе без разрешительных документов поставить киоски, я на 100% уверен, что у них и сотрудники не оформлены, и… Ну да, как оформить сотрудника на пустое место, фактически. Нет, места которого нет. Давайте ответим на вопрос зрителя. Я вижу, скорее всего, это нам перезвонил всё-таки наш зритель. Добрый вечер, слушаем Вас. Говорите вы в эфире. Ну, нет, ничего у нас не получается пока. Ага, всё, нам сейчас перезвонит ещё раздритель. Ну, давайте продолжим. Смотрите. Ну, с точки зрения здравой логики, вот я простой там, сегодня горожанин, и сам недалеко от нашей студии, собственно говоря, наслаждаюсь видом торговой точки, которая образована просто на пустом месте. На входе прямо в подземный переход. Ну, её многие видели. Начинала она там с коробочки. Сейчас это, ну, не знаю, ассортимент, видимо, расширяется. Уже какие-то мешки, это всё это дело. Я не говорю о том, какая грязь остаётся по вечерам после этого всего, потому что убирают только утром. Я иногда люблю гулять ночным городом, и просто вот этот кусок от центрального рынка и до Рюмина, он просто ужасен по стране, вот как раз где мы находимся. А существует ли какая-то вообще модель наказания людей, которые вот так вот просто приходят и что-то в своё ставят? В том-то и дело, что нет. То, что было нормально в 90-е годы, когда народ совсем плохо жил, они выходили с коробочками, с газетками, торговали. Со временем появились уроки, так называемые позвонишки. И это было требование того времени. Сейчас всё меняется. Сейчас, в принципе, для того, чтобы встать, нормально работать, чтобы тебя не трогали, к тебе не было претензий, пойди оформить документы, получи место и работай. Устрой своего сотрудника официально, пускай работает. То, что народ считает нужным до сих пор ещё, выйти торговать, например, мясом с газетки, не имея никакой санитарной книжки при вспышках туберкулеза, и это считается тоже нормальным, кое-кто это даже лоббирует и защищает, это неправильно. То есть на данный момент уже сейчас появилась куча круглосуточных магазинов. Супермаркетов. Супермаркеты, да. То есть нет недостатка в каких-то торговых точках для того, чтобы предлагать ту же колбасу. Вот продаётся колбаса, вы знаете, да, эти колбасные точки, в которых стоят люди, у которых не то, что санитарные книжки, у них нет даже сертификатов на колбасу. А летом холодильник. А летом нет холодильника, то есть первая точка, с которой мы столкнулись, первая, которая нам пришла, они торговали с машины, выложили всё это на какой-то столик, полиция стала спрашивать документы, всё, никаких документов не было. Они быстро стали собираться, кидать эту колбасу в этот багажник, она подала на пол. Я до сих пор эту колбасу и есть не могу, я не знаю, откуда она пришла. Ну, вообще, я когда вижу колбасу, у меня вот эти воспоминания ещё было. Жарко, запах, всё, и я думаю, боже, а вдруг, а вдруг из тех запасов. Тут, конечно, вопрос больше к потребителям, которые стимулируют такую торговлю. Что ж, попробуем всё-таки мы ещё раз поговорить с нашим зрителем. Добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела спросить вот такой, как в своё время Гранатуров сносил стихийные вот эти все площадки, стихийные палатки для того, чтобы проводились фермерские ярмарки. Проводятся ли они вообще или нет? И где? Спасибо. Спасибо вам. Хороший вопрос. Кто готов на него ответить? Мне тяжело сказать. По ярмаркам мы не занимаемся. Если назвать ярмаркой то, что происходит, например, на колоде, то, что проводится так. Специально оборудованных, я так понимаю, сейчас… Нет, специально оборудованных. На данный момент нет. Насколько я знаю, существует такая норма, которая подразумевает как раз при любом рынке какую-то часть, какой-то процент торговли как раз вот самовоспроизведенным продуктом. Да, это вот то, что привозят там бабушки. Люди привезли и продали свой продукт. И эта практика сегодня есть или эти люди уже давно за забором рынков? Да. Рынки частные, скорее всего эти люди за забором. То есть может практика есть, но контролировать город это не может. Это как бы рынки уже самостоятельные предприятия, то есть они городу не подчиняются. Трудно узнать, дают рынки или не дают. Мне вот интересно у меня было, почему рынки расширяют в сторону. Вот у нас как одноэтажная Америка. Вместо того, чтобы построить какой-то торговый павильон, комплекс, на который можно выделить этаж, пускай приезжают люди, продают свои продукты. Без вот этих 5-10 тысяч за место, без всего просто вот тебе готовы… Ну так оно по идее должно было быть бы. Да. Вопрос о рабочих местах отпал бы сам по себе, правда? Ну тут скорее не рабочие места, тут больше вопрос стоит о реализации той продукции. Да, вот всегда есть же такая взаимосвязь село и город. Село что-то выращивает, везет в город, а город дает за это в момент деньги. Это такой естественный обмен территориальный. Что ж, давайте послушаем еще наш звоночек. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Второй раз обращаюсь по улице Рюмина. Рюмина, так что… Когда-нибудь из вас придержащих кто-нибудь прохашивался по этой улице? Я вам скажу лично, даже я лично с мэром там ходил по улице Рюмина. И как? Ну… Давайте ваш вопрос. Хотя бы… Понятно о том, что рабочие места нужны людям. Вы сейчас имеете ввиду вот этот… Дайте я закончу, извините, не перебивайте. Да, простите. Хотя бы взяли бы и отодвигали эти палатки к массовой. Там невозможно пройти. Это сейчас идет… И речь идет о том куске, который вот начинается… Угол Ленина Рюмина… От центрального к рынку. К рынку. Все понятно. Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Смотрите, что я хочу сказать. По Рюмина ходили неоднократно. Но вот, если телезритель не знает, я ему скажу, что… В недавние времена там не только умудрились поставить киоски, но и оформить их. То есть, получили на них адрес. И теперь это не Тимчасова перезавна с Паруда, который приехал и краном поднял. А теперь это по документам сооружения с адресом. Майно зарегистрировано. Недвижимое имущество. Все такие теперь споры будут решаться только через суд. Поэтому там вот такая ситуация. И когда там наведется порядок, я не знаю. То есть, вначале там, наверное, вокруг надо будет поубирать именно незаконные будочки. А что сделать с теми павильонами, что получили торговые адреса, как они это получили. Я думаю, тут еще должно приниматься какое-то решение. То есть, так просто не заедешь, их не уберешь. Это у людей имущество зарегистрированное. Вопрос, как они это получили. Наверное, вопрос правоохранительным органам, которые тоже должны поднять вопрос и разобраться, как можно было. Если это сессия горсовета произошла, то тут уже правоохранительные органы не разберутся. Коллективное. Коллективное решение. Можно еще обратиться как раз к зрителям. Вот я поняла, люди звонили, обращались с этой проблемой, писали по конкретным будкам. Если у вас есть какие-то претензии к каким-то местам расположения неудобных, помогайте нам, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Потому что часто бывает, что люди недовольны чем-то, но мы об этом не знаем. И назовем это методом тыка, да. Мы ходим, вот как вы говорите, мы ходим по улицам, смотрим, что мешает, что стоит на перекрестках, на светофорах и убираем это. Поэтому, если можно, помогите нам. Обратите наше внимание на то, что вас раздражает. Спасибо большое, Светлана. Да, у нас есть следующий звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Да, спасибо. Здравствуйте, студия. Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос нашим депутатам по поводу Крылова 38. Вот у нас здесь есть рынок, он частный или не частный, я не знаю. Но за территорией рынка у нас сумасшедшая хаотичная торговля. То есть центр за центром как-то смотрит, куда-то там пытается его привести в порядок и что-то там такое, да. А здесь у нас хаос полнейший. Вот стоит 8 будок настроенных, говорят, одним человеком, который сдает это все в аренду. Интересно, что поступает в бюджет от этих будок, а не только рабочие места. Кто убирает эту территорию? Хотя бы уже там, я не знаю, уже бы обязали этого предпринимателя, или кто он там есть, непонятно кто вообще. Будки построил на водоводе. Хотя бы обязали тротуары привести в порядок. Но это же вообще безобразие. Все люди возмущаются, все. Неужели нужно только писать, ходить? Заседайте только раз в месяц. Заседайте каждую неделю. Кто вам мешает заседать каждую неделю и принимать решения? Для чего же вы там и получаете зарплату? Спасибо. Спасибо вам. Я хочу от себя отметить, депутаты у нас не получают зарплату. И вообще сейчас нет в студии людей, которые получают зарплату. Это такой маленький нюанс. А второе, я перед тем, как вы ответите, хочу ко всем зрителям обратиться. Если у вас есть какие-то проблемы на ваших округах, пожалуйста, дергайте своих депутатов. Вы их избрали, они обязаны этим заниматься. Светлана избрана по своему округу, но вместе с тем она работает по всему городу. Вместе с Андреем. Поэтому ваш депутат, он должен тоже этим заниматься. Ну что ж, ваш ответ. Я хочу вас успокоить, этим рынком мы уже занимаемся. Есть какие-то сроки, перспективы? На данный момент мы хотим, чтобы данный предприниматель либо завел людей, которые стоят на улице к себе на рынок, либо расформировать этот рынок. Как получится, я не знаю пока на данный момент. А есть на него документы на этот рынок? Есть. Смотрите, я добавлю немножко. На рынок подали документы на продление, на год аренды. То есть он как бы оформлен официально. Киоски, но к моему большому сожалению, я тоже удивлялся, как там они стоят на газонах, они помяли все газоны. Там газоны, видать, отродясь. Не было, как поставили эти киоски. На них тоже мы проверяли, есть документы. Мы сейчас пытаемся с управлением архитектуры договориться, что должно быть принято более-менее стратегическое решение. Или действительно остается рынок, и тогда он упорядочится и киоском, но должно быть принято стратегическое решение. Киоском разрешение больше не продляется. Мы не можем их сейчас выгнать. У людей есть полученные сервитуты. Но должно быть стратегическое решение, что остается рынок и киоски, или они уходят торговать в рынок, или им не продляется разрешение. Или тогда убираем рынок, и тогда облагораживаем эту всю территорию с киоском и так далее. Потому что, учитывая, что там еще рядом магазин АТБ, то есть мы хорошо знаем ситуацию, мы выезжали туда, то торговых точек там очень много. И напротив там, по-моему, магазины. Когда люди говорят, заседайте чаще, то есть комиссия по демонтажу, есть определенные средства в бюджете, выделенные на демонтаж. Это тоже бюджет не резина. Вместо того, чтобы делать людям крыши, тротуары, дороги. То есть эти деньги тратятся на то, чтобы возить будки нерадивых предпринимателей. Это тоже должен быть баланс. Мы не можем потратить весь бюджет, чтобы возить будки. Но телезрителю, хочу сказать, проблема известна. Ей занимаемся. Я думаю, что к какому-то решению мы придем. Спасибо большое. У нас есть еще один звоночек. Наверное, последний на сегодня. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы в эфире. Я хотела бы задать вопрос в студию. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас убрали на проспекте и 3-й Слободской киоск с прессой. И теперь купить газету или журнал стало проблематично. Это вообще в округе нет, начиная от Советской до Комсомольской, нет ни одного киоска, который бы торговал газетами и журналами. Спасибо. Да, пожалуйста. Я, как минимум, помню, еще киоск на Садово есть. Помимо этого в супермаркете, в том же сети-центре есть киоски. И, насколько я помню, на 3-й киоск не убрали, а он переехал за остановку пока. На этот киоск тоже нет документов пока. Там за остановкой ларечек с книгами какими-то, если это подразумевает прессой. Я так понимаю, он как бы есть. Он как бы есть пока. У него, скорее всего, тоже нет разрешения. Это не тимчасового споруда, ее не надо демонтировать. Это просто палатка. Скорее всего, пришла милиция с администрацией, проверила разрешение и сказали человеку свернуться. Если у нее такая выносная торговля, на нее, наверное, проще получить разрешение, чем часового споруда. Пусть получит разрешение и стоит. Но я вам скажу, хочу сказать честно. Мы когда наводили порядок на 3-й, там эта палатка вся оборванная, порванная стоит. Но она не украшала ее. Мы, к сожалению, не уточнили. Там еще по диагонали, я вспоминаю, там была такая же палатка переносная с прессой. Может быть, имелось это в виду? Может быть. Ну, ответ такой. Примерно прессу купить можно. Это небольшая проблема. Но, к сожалению, мы не можем стимулировать, не то что стимулировать, а обязать бизнес вот таким вот торговать. Вы понимаете еще какая история, так тоже от себя немножко. Пока вы, вот к зрителям обращаюсь, пока вы своими деньгами стимулируете какой-то вид торговли, он и развивается. Если вы покупаете эту колбасу летом из-под ног, с нарушениями норм хранения ее, и не спрашиваете, грубо говоря, документов на эту колбасу, то есть этот человек и будет там ее продавать. Как только у него не будет торговли, он просто этого не будет делать. Видимо, нам позвонил человек, приятно слышать, интеллектуальных людей, которые интересуются прессой. Потому что в основном все разговоры про колбасу и в фейсбуке в том числе, даже среди уважаемых людей. Что же, у нас осталось пару минут буквально. Мы звонки прекращаем, мы уже просто ничего не успеем. Давайте все-таки поговорим о перспективах. Мы рассмотрели, как это происходит. Вы очень активное участие в программе приняли наши зрители. Вместе с тем, что же ждет нас? Какие планы? Какие вы перед собой ставите? Какие перспективы? И когда мы наконец получим, ну, город мечты это громко сказано, ну, как минимум порядок в этой отрасли? Ну, начну первое. То есть, быстро не получим, потому что вот эта ситуация с этими киосками, вы же понимаете, там с рынками, она развивалась десятилетиями. Вот. Поэтому быстро убрать все не получится. Но я надеюсь, что там в течение года хотя бы будет разработана комплексная схема, где будет показано, где могут стоять киоски, где нельзя. На самом деле, ну, все проблемы это от отсутствия четких правил. Я думаю, что эта схема выработает те правила, будут четко указаны места, будут прописаны хотя бы какие-то минимальные требования к архетипу, чтобы ставились красивые киоски, а не какие-нибудь страшные, ужасные будки. Я хочу сказать, что даже, ну, вот, особенно на проспектах, на центральных улицах, людей очень сильно возмущают, что они именно тут страшные выглядят как будки. Если ставить там нормальный павильончик из теплопластика, то возмущений гораздо меньше. Вот. Это все будет прописано, в течение года будет составлена эта схема, и тогда вот уже и предпринимателям будут понятны правила игры, что они получат не на год, как мы сейчас всем продляем до разработки комплексной схемы, но хотя бы на три года, чтобы они могли вложиться в архетип, построить красивые киоски и знают, что их оттуда не выгонят. Спасибо. Светлана, ваша финальная вещь? Мы еще начали, что у нас, в принципе, нет никакого наказания, в данном случае тратятся деньги городского бюджета, по несколько раз ввозятся будки, все это по кругу, что мы разработаем правила не только установки, но и демонтажа. То есть, когда тот предприниматель, который будку построил незаконно, он будет платить и десять раз подумает, надо ли ему будку возвращать на место. Что ж, спасибо. Кстати, о будках и архетипах хочу заметить очень интересный такой вот момент. Например, возле генетилетра «Пионер» на остановочке сделали очень милый какой-то общепит вместо магазинчика. Очень стильно, красиво, мне очень приятно, например, это видеть. Ну, если в городе будут такие стильные и приятные вещи, думаю, что мы будем гордиться своим городом, нам будет не стыдно привезти гостей на центральную, как минимум, улицу. Спасибо нашим гостям за то, что пришли. Спасибо нашим зрителям за то, что поучаствовали. А мы с вами встретимся в следующую среду. И опять мы будем говорить о том, что волнует горожан, город. У нас будет опять представители муниципальной власти, будем обсуждать актуальные темы. Не пропустите в следующую среду в 19.30 с нами эфир. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok